Опухоли опорно-двигательного аппарата – это достаточно разнородная группа заболеваний. И для них характерен быстрый рост и метастазирование. Мишенью таких метастазов могут стать легкие, печень, кости. Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Сегодня дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи Виктор Иванов, врач-онколог-ортопед нейрохирургического отделения Самарского областного онкологического диспансера. Добрый день. Добрый. Мы сегодня говорим про онкологические заболевания. И, честно говоря, для нас привычнее гораздо, когда речь идет об онкологии внутренних органов. А вот опорно-двигательный аппарат – это такая нераспространенная тема в нашем эфире, скажем так. И я вот увидела страшную цифру, для меня, по крайней мере, она показала страшной, что 50-60 больных онкологическими заболеваниями опорно-двигательного аппарата – это люди в возрасте до 50 лет. Это действительно так? Ну, отчасти, несомненно, это так. Стоит отметить, что опухолиопорно-двигательные системы, они поражают лиц в основном молодого возраста. То есть это самый социально значимый контингент населения, то есть работоспособный контингент. Пик заболеваемости переходит на второе, третье десятилетие жизни. И второй пик мы наблюдаем как раз-таки в возрасте 50-60 лет. То есть это люди работоспособного возраста. Под понятием опухолиопорно-двигательной системы на самом деле подразумевается довольно-таки обширная область. Это область – это опухоли и кожи, опухоли мягких тканей, ну и, конечно же, опухоли костей. То есть все задействовано бывает, да, и хрящи? Ну, как мы сказали, опухоль – опорно-двигательная система. У нас же не только кости, у нас и мягкие ткани, и кожа. Все может… опухоль может поразить абсолютно любую систему, абсолютно любую ткань. А тогда еще, чтобы удовлетворить заинтересованность, какие именно части тела, части опорно-двигательного аппарата поражаются? Ну, поражаются абсолютно все части опорно-двигательной системы. В равной степени? Абсолютно все части опорно-двигательной системы. И тут, конечно же, в зависимости от нозологии. От нозологии, то есть от разновидности опухоли. Допустим, гигантоклеточной опухоли, свойственно, околосторная локализация – это нижняя треть бедренной кости или верхняя треть большебрецовой кости. Каждой опухоли, свойственно, своя локализация, свое распространение. То есть нет такого рейтинга, что, например, снизу вверх убывающий? Нет, так четко нельзя градацию какую-то отметить. Нет. Мы сегодня заговорили про онко-ортопедию. А что вообще это такое и как давно она появилась? Ну, как я уже сказал, да, онко-ортопедия – это, конечно же, направление медицины. Медицины на стыке двух направлений – это непосредственно онкология и травматология ортопедия. Если мы говорим об истоках, то, несомненно, здесь стоит отметить известного ученого, онколога, академика Российской академии наук Николая Николаевича Трапезникова. Именно он является основоположником этого направления. Он открыл и в последующем возглавлял отделение общей онкологии и посвятил свою жизнь, свою медицинскую направленность по лечению больных с опухолями опорно-двигательной системы. Если раньше саркома и ампутации можно было поставить знак равенства, то есть это было как синонимы при излокачественном образовании кости, конечности, грозило пациенту ампутация. То в последующем с применением разрабатываемых методик мы стараемся сохранить конечности, тем самым повысить качество жизни пациента. И если мы говорим про историю онкоратопедии, то именно термин онкоратопедия ввел академик Российской академии наук Мамед Джавадович Алиев. Также он является инициатором и основателем группы, восточноевропейской группы по изучению сарком, мягких тканей и костей, в которую также вхожу я. И все члены нашей команды, которые занимаются лечением больных с опухолями и опорно-двигательной системой. Если мы говорим про Самаровский регион, то решение о централизации потока со всеми опухолями опорно-двигательной системы и новообразованиями было принято на очередном заседании Самарской областной ассоциации врачей и терминтарматологов-ортопедов. Это предложение поступило от академика Российской академии наук Генея Петровича Котельникова, который является моим непосредственным наставником и моим научным руководителем и консультантом. И в 2010 году это было предложение принятое. И с тех пор централизация потока, она нас концентрируется на Самарской областной клинический онкологический диспансер. Сейчас в нашей команде работают три человека. Это доктор медицинских наук Андрей Николаевич Николаев, который, помимо этого, возглавляет не бионики и персонифицированные медицины, аспирант Драганов Святослав Олегович и ваш покорный слуга Иванов Виктор Вячеславович. Все мы работаем в команде. Стоит отдельно отметить, что действительно у нас сейчас создана команда. Это очень важно, потому что найти людей, собрать эту команду, обучить, тем более тех людей, которые горят этим направлением, хотят этим заниматься, достаточно трудно. Нам это удалось. И сейчас мы работаем в коллективе Самарском областном клиническом онкологическом диспансере. Я читала интервью вашего аспиранта. Он очень действительно увлечен этой темой и горит. А вот вы сказали, что, в общем-то, данное лечение лежит на стыке онкологии и травматологии. Но это же не означает, что у вас в команде вот эти три человека, условно говоря, два онколога, один травматолог. То есть вы обладаете, как раз таки вам пришлось освоить все-все-все. Да, в основном мы все и онкологи, и одновременно травматологи-ортопеды. Кто-то изначально получил сиротсекаты и пошел обучение по онкологии, а затем дополнительно повысил свою квалификацию как травматолог-ортопед. Кто-то, наоборот, пришел из травматологии и ортопедии. Ну, студия, потому что вы у Геннадия Петровича учились, то вы, наверное, как раз оттуда, да? Да, я являюсь сотрудником, как и все наши сейчас члены нашей команды, мы являемся сотрудником Самарского государственного медицинского университета и кафедры травматологии и ортопедии и экстремальной хирургии имени академика РАН Александра Федоровича Краснова, которую возглавляет его ученик Геннадий Петрович Котельников. Вчера читала интервью одного онколога, который говорит, что опухоли костной ткани как раз-таки одни из самых сложных в онкологии. Я не знаю, может быть, это, конечно, субъективное мнение, это так? Я соглашусь с этим высказыванием. Почему? Потому что, на самом деле, опухоли опорно-двигательной системы, в частности, костные опухоли, это достаточно редкая нозология, редкое заболевание, и злокачественные опухоли костей, они составляют 1-2% от всех злокачественных опухолей, в принципе. И тем самым это придает актуальность этому направлению. Также опухоли костей, они очень трудны в диагностическом плане. Зачастую опухоли никак не проявляются на протяжении длительного времени и обнаруживают их лишь при каком-то случайном обращении, допустим, в поликлинику по месту жительства или травмпункт при получении травмы. Еще хотела бы уточнить, случается ли злокачественная опухоль кости посредством, когда она приходит из других органов, или чаще бывает наоборот? Да, конечно, бывает и первичная костная опухоль, бывает и вторичная костная опухоль. Зачастую первичный очаг у нас располагается в каком-нибудь внутреннем органе, будь то, например, почка. И вот эта злокачественная опухоль дает вторичные очаги в кости, так называемые метастазы в кости скелета, которые по данным литературы достигают до 96% среди всех костных опухолей. Также вполне возможно и распространение злокачественного образования опорно-двигательной системы в другие органы, ну, например, в мягкие ткани. Друзья, я хочу представить еще раз нашего доктора, это Виктор Иванов, врач-онколог-ортопед нейрохирургического отделения СОКОТ, кандидат медицинских наук. Мы сегодня говорим об онко-ортопедии, и вот с какими патологиями все-таки вы в основном работаете, если можно так спросить, и как много операций в год выполняется? Ну, хороший вопрос. Мы работаем абсолютно со всеми новыми образованиями опорно-двигательной системы, так скажем, от малого до велика. Это и небольшие мягкотканные образования в мягких тканях и на коже, и более объемные образования в мышцах, костях. Стоит отметить, что сейчас сотрудники нашего функционального подразделения владеют абсолютно всеми методиками по лечению больных с опухолями опорно-двигательной системы. Мы выполняем порядка 350-400 операций в год, что достаточно неплохо, это хороший показатель для нашего региона. Вот вы уже сказали, что где-то до 80-х годов в России проводились в основном калечащие операции, но, условно говоря, ампутация. Сегодня, опять-таки, вы сказали, что операции проводятся органосохраняющие. То есть получается, что качество жизни пациента после операции можно сохранить, ну, по крайней мере, сделать его достаточно комфортным. Стоит отметить, что вообще, в принципе, в онкологии мы всегда стараемся сохранить жизнь пациенту. Это наша главная задача. И, несомненно, второй задачей является сохранение качества, уровня качества жизни. Максимально мы стараемся сохранить конечность, и в последнее время мы все чаще именно проводим органосохранные операции. И только в крайних запущенных случаях мы прибегаем к калечащим операциям, такие как экзортикуляция, то есть вычленение конечностей в суставе или ампутация. Также, наверное, стоит сказать, что с применением комбинированных методов лечения, то есть когда применяются как хирургические методы лечения, так и химиотерапевтическое воздействие, конечно же, мы все меньше и меньше проводим калечащих операций и сохраняем качество жизни на должном уровне. А вот все-таки, наверное, стоит еще раз акцентировать на этом внимание, от чего зависит, будет ли проведена органосохранная операция? Что важно знать зрителям? Ну, конечно, в первую очередь важно раннее обращение, крайне важна ранняя диагностика опухолю процесса. Когда опухоль небольших размеров, когда она в пределах одного, допустим, анатомического сегмента, то ее намного легче, соответственно, удалить и провести реконструктивно-восстановительный этап, то есть сохранить конечность, заместить постредикционный дефект, чтобы в целом сохранить сегмент, как он был, в принципе, до операции. Поэтому крайне важны ранние обращения, диагностика, постоянный мониторинг пациентов. Ну, вот вы же сами сказали, что можно чаще всего не заметить, потому что они никак себя долгое время не проявляют. Тогда как быть с ранним обращением? Ну, обращать на себя внимание, проходить ежегодную профосмотр, как минимум так. Мы сейчас вместе со зрителями посмотрим сюжет, который мы сняли в онкологическом диспансере. Это было, ну, это явление, да, в вашей работе все-таки была достаточно серьезная и новая операция. А после этого вернемся в студию, продолжим разговор. В Самарске областной онкодиспансер Руфиля Абушаева пришла на профилактический осмотр. В декабре прошлого года ей удалили опухоль подколенным суставом. Сейчас делится девушка все хорошо, но для спокойствия решила вновь пройти осмотр у врача. Руфиля всегда вела активный образ жизни, занималась спортом. Впервые боли в колене почувствовала в 2018 году. Начала амбулаторное лечение. Когда она перестала помогать, обратилась к врачу. В том году, когда у меня прям начались сильные боли, я сделала МРТ, и на МРТ уже все мне показало, как проблема моя. Я не могла ни присесть, ни сидеть, ни спать, и вот поэтому обратилась к врачам. Относительно новое направление в медицине онкотравматология активно развивается с 2015 года. Современные технологии позволяют при наличии опухоли провести ее удаление, сохранив конечность ее функции. Это происходит за счет эндопротезирования. Самарский онкодиспансер – первое областное учреждение, на базе которого проведена такая уникальная операция – изготовление индивидуальных протезов, совместная работа онкодиспансера и клиник медуниверситета. Это наш общий совместный проект, то, чем занимается Самарский медуниверситет. Теперь это все внедрено в практику на территории Самарской области для наших жителей. И сегодня есть возможность выполнения данных технологий за счет средств высокотехнологической медицинской помощи, то есть за счет средств бюджета для пациента совершенно бесплатно. В прошлом году в учреждении была проведена первая такая операция. Пациенту заменили сустав в пальцы руки. Сейчас врачи уже делают операции по замене плечевого сустава. Мы выполняем резекцию пораженного отдела кости с протезированием онкологическим протезом. Благодаря индивидуальному протезированию мы полностью можем заместить пораженный отдел кости, сохранить максимально здоровую кость и полностью, так скажем, идентифицировать, полностью заместить утраченный сегмент конюшности. Эндопротез изготавливается из титана по индивидуальным меркам пациента. В планах Самарского онкодиспансера проведение других подобных операций. Через два дня еще одна операция примерно такая же. В следующем месяце плечевой пояс мы будем менять тоже онкологический эндопротез. А в конце года мы с Андреем Евгеньевичем тоже согласовали, мы будем удалять пациентке опухоль таза. То есть это такой, так скажем, венец онкологической ортопедии. Вживление индивидуального изготовленного протеза способствует более быстрой реабилитации и сохранению высокого качества жизни пациента. Мы возвращаемся в студию. У нас сегодня в гостях Виктор Иванов, врач-онколог-ортопед Самарского онкодиспансера. Мы говорим про онкоортопедию. Вот в сюжете несколько раз, по-моему, прозвучало слово «уникальная операция». А все-таки в чем ее уникальность? Ну, правда, ради сказать, каждая операция, несомненно, индивидуальна и уникальна. Онкологическое протезирование мы и раньше применяли, но применяли с использованием модульных онкологических протезов импортного производства. Здесь отдельно отрадно для нас то, что мы применили методику индивидуального подхода, то есть пациенту по его данным компьютерной томографии персонифицированно был изготовлен индивидуальный онкологический протез. И отдельно хочется отметить, что этот протез, он спроектирован в рамках нашего Самарского государственного медицинского университета, а именно не бионьки персонифицированной медицины, и изготовлен полностью из отечественных материалов, абсолютно полностью, и это честно, и произведен в индустриальном парке Преображенка, то есть под эгидой нашего Самарского государственного медицинского университета. В этом, я считаю, отдельная уникальность, и операция действительно прошла успешно. Надеемся на раннюю реабилитацию пациента, на скорейшее выздоровление, в ближайшее время, как сказал мой коллега Андрей Николаевич Николаевский, у нас действительно запланирован еще ряд подобных операций. Вы сказали индивидуальный персонифицированный, а что это означает, как это, что там учитывается? Индивидуальный протез, это тот протез, который разготавливается именно по тем антропометрическим параметрам пациента, который он имеет. Вы не вымеряете же там с линейкой, со штангенциркулем? По части мы так и делаем, да. Мы выполняем компьютерную томографию пораженного сегмента, выполняем компьютерную томографию с противоположной стороны, то есть, допустим, это левая рука поражена, мы также выполняем симметричную компьютерную томографию с правой стороны. В программе просмотра изображений мы выполняем по стороне трехмерной модели, производим расчеты, производим размеры и планируемую зону резекции, учитываем абсолютно все индивидуальные критерии непосредственно этого пациента, планируемый объем удаления, и в последующем мы отправляем сотрудникам биоинженерам, и они проектируют нам уже протез непосредственно конкретно под этого пациента, под этот сегмент пораженной конечности. А сколько времени может пройти с того момента, когда вы осмотрели, передали информацию до того момента, как вам сделают протез? Ну, если убрать, так скажем, все технические и, так скажем, бюрократические нюансы, то от нас, врачей, когда компьютерная томография поступает на проектирование на производство, уходит две недели, если нет, конечно, никаких затруднений и проблем. Да, вопрос-то был, в общем-то, вызван тем, что все равно же, коль скоро заболевание прогрессирует, могут еще дальше происходить изменения, да, и может быть уже протез, если его долго делать, он не подойдет. Совершенно верно, но, в принципе, две недели я взял так даже немножечко... Запасы? Больше, да, указанного срока. Ну, в принципе, за две недели, я считаю, это оптимальный срок, не должно ничего произойти плохого. Из чего, еще раз, изготавливается такой протез, и он тяжелее, чем тот, что был естественный? Да, протез изготавливается из титанового сплава, титан марки ВТ-6. То есть, хочется сказать, что на все, абсолютно на все используемые материалы, в данном случае протеза, мы проводим доклинические испытания, они проведены, это испытания на биологическую совместимость, на цип-токсичность, и проблем в этом никаких нету. То есть, абсолютно совместимый материал с тканями организма человека. Ваш коллега сказал, что венцом вот этой начальной, что ли, работы будет оперирование тазобедренного сустава, да? А венцом, потому что это самый уже крупный сустав в организме? Ну да, совершенно верно. Тазобедренный сустав и тазовое кольцо – это достаточно сложный в хирургическом плане отдел костной системы, так как здесь необходимо протезировать так, как и сам сустав, где расположены в лифте жизненно важные органы, вот в чем дело. Поэтому, ну, достаточно это сложно. Это верх онкарт-педии, можно так выразить. Вы знаете, то, о чем вы сейчас рассказываете, это на самом деле фантастическая история, хотя бы уже потому, что это все у нас здесь, вот в Самаре, и лечение, и изготовление этих протезов. Скажите, что необходимо, и все ли на сегодняшний день есть для того, чтобы вы могли продолжать такие операции, в том смысле, что есть титан, есть умы, что еще требуется, не будет никакого дефицита вот этих вот протезов? Очень хороший вопрос, он с такой немножко подоплекой. Ну и с финансовой, конечно же. На самом деле, с финансовой, ну, слава богу, на это выделяются квоты, и в этом нет проблем. Другое дело, что можно было бы квот побольше выделить, есть такой нюанс. Но, наверное, главное желание, и главное, командная работа абсолютно на всех этапах, как лечения, так и проектировки, и производственного процесса, и вот этих протезов. Наверное, здесь, да, вот хочется сказать, что обязательно нужна командная работа, потому что хирургия, тем более большая хирургия, это командная работа, как я уже сказал, необходима дружная команда горящих людей. Но у вас пока спаянная, триединая. Да, действительно, да, и хочется тут как бы еще раз отметить, что триединая задача, которую Геннадий Петрович перед нами ставит, лечить, учить и заниматься наукой. Действительно, мы все это делаем, и постоянно преподаем у студентов медицинского вуза, и занимаемся научным направлением. Хочется отметить, что в нашей команде непосредственно сейчас идет написание докторской диссертации, подготовка к защите докторской диссертации, и написание кандидатской диссертации по данному направлению. Виктор Вячеславович, какие еще сложные патологии встречаются в вашей практике? Ну, как я уже сказал ранее, что, в принципе, мы сталкиваемся абсолютно со всеми опухолями опорно-двигательной системы. Это и небольшие мягкотканные сечения, и большие футлярно-футсиальные сечения, когда убирается большой массив мягких тканей, это и большие костные резекции. Ну, хочется, наверное, здесь отметить интересный такой раздел. Это когда мы удаляем мягкотканное образование, и потом его замещаем при помощи своих же тканей пациента. Потому что мало того, что нам надо удалить опухоль, нам надо заботиться о том, как мы потом восстановим конечность, как мы закроем постсредекционный дефект. И здесь мы используем различные виды пластика, абсолютно все. Абсолютно недавно, ну, если быть конкретным, в 20-21 году, мы прошли обучение по циклу микрохирургических операций. Мы также выполняем операции микрохирургического плана, то есть после удаления опухоли мягких тканей, после костных резекций мы используем собственные ткани пациентов. Из донорских зон свободная так называемая пластика с применением специального микрохирургического инструментария, с применением шовного материала, с применением микроскопа и специально обычной команды мы выполняем подшивание блока тканей на сосудах. Это очень интересно, и, в принципе, это на самом деле известная методика, но она применима и очень хорошо себя показывает. Рана заживает, как в медицине это называется, перерычным натяжением, то есть без каких-либо осложнений, без рубцовых изменений, без в последующем каких-то ограничений, контрактур и так далее. – Ну и в завершении уже буквально пару минут у нас осталось. Сейчас закончилось лето, оно было достаточно жарким, мы много загорали. Чувствуется ли уже увеличение обращений с меланомами? Ну или, может быть, это не так быстро произойдет? – Ну, несомненно, с меланомами люди обращаются. Меланома – это крайне агрессивное, одно из самых злокачественных на образовании кожи, которое как и развивается очень быстро, так и прогрессирует, иметстазирует в крайне ранние сроки. Обращение, оно, в принципе, на протяжении всего года, на самом деле, идет достаточно ровно, да, есть небольшой пик в летний период, и тут стоит отметить, что меланомы зачастую они поражают чаще всего кожу, дистальные отделы, дистальные отделы – это подразумевает то, что отдаленные отделы от туловища, то есть это пальцы рук, и здесь как раз выходит первый этап лечения, это хирургический, также он в себе таит опасность того, что мы отдаленно, на отдаленном участке убираем, радикально убираем опухоль, отступя необходимое количество, необходимое расстояние от нового образования, и встает вопрос реконструктивно-восстановительного этапа. К сожалению, при невозможности, такое бывает, при невозможности выполнения реконструктивного этапа, зачастую мы прибегаем к калечим операциям, которые в последующем снижают качество жизни пациентов. Это возможные ампутации пальцев и экзортикуляции. Ну, мы… я благодарю вас за этот разговор очень подробный. Мы, наверное, сейчас с вами расстаемся со зрителями, с пожеланием, ну, вот быть особенно внимательными к себе, да? Ну, разумеется, если у пациентов, если у вас лично вы обнаружите какое-то, какое-либо новообразование, припухлость, да, если что-то есть, какие-то подозрения, разумеется, в крайние, в ранние сроки надо обращаться к участковому онкологу, который у вас потом в последующем направит к нам самарский онкологический диспансер. Да, то есть пусть лучше тревога будет ложной, но главное не пропустить. Спасибо большое за участие в разговоре. Со зрителями мы увидимся ровно через неделю. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин